В эти дни Комитет погибших воинов Гудаутского района проводит акцию, посвященную 20-летию Победы. Представители Комитета посещают родителей воинов, погибших в грузино-абхазской войне. Тех пожилых людей, которые сегодня тяжело больны, а некоторые прикованы к постели. Бабушка Тайсы с трудом передвигается. Она живет в доме с болеющим мужем. Если бы он был жив, у нас бы жизнь другая была. А вот видишь, и не мной только сына. Ребята погибли. Погибли. Наша цель, главная наша цель – побывать в семье погибших. Сказать пару слов таких добрых, пожелательных, что ли. Нужна помощь, им нужны добрые слова, им нужны внимания. Вот это все им нужно. Мы благодарим за то, что нам помогают, мы им помогаем. К сожалению, таких немощных, болеющих, пожилых людей со временем становится все больше. Только в Гудаутском районе их 55 человек. Хима Пкин живет одна в этом обветшалом доме. Она вполне справляется со своим хозяйством, хотя и часто болеет. У этих людей есть все необходимое, но порой не хватает внимания и заботы. А еще им важно, что люди помнят их сыновей и близких родственников. Он любил всех очень. Видимо, он относился к людям так, как хотел, чтобы к нему относились. Он эту отдачу имел. И в 28 у него в друзьях были 50-летние и 12-летние. Вот так получилось. Ну, понимаешь, как говорить о своем немножко неприлично. Но когда через 20 лет люди рядом с тобой, другие слезы, ты не понимаешь, зачем это сегодня о нем плачут. Ну, чуть-чуть приятно. Спонсором акции выступила компания «Амубайл», которая в эти дни поддерживает десятки мероприятий во всех районах Абхазии. Зачем вы беспокоитесь? Сегодня все наше общество в целом, и в особенности подрастающее поколение, должны помнить и чтить всех тех, кто сложил свои жизни во имя нашей победы, независимости и признания. Именно благодаря им сегодня мы строим свое государство в мире и согласии. И, конечно, необходимо сказать самые добрые слова всем родителям погибших ребят. Спасибо и низкий поклон вам за то, что воспитали доблестных защитников Родины. Искренне желаем вам здоровья, терпения и сил. Тяжело видеть болеющих людей. К счастью, у большинства из них есть близкие и родственники. Об одиноких часто заботятся соседи. И все же внимания не бывает много, и оно особенно дорого в эти предюбилейные дни.